Так, ну что, друзья, сегодня у нас будет большой, чудесный день выходного дня, да, скажем, субботу мы сегодня снимаем видос, сын меня тут проверяет, что у меня тут находится. Не-не-не, стоп-стоп-стоп, а ты почему взял эту обойму? Все обоймы лежат на дальней работе, это не рабочие обоймы, не знаю, что она там лежит, но у нас идет рабочая, клади на место. Итак, ребят, сегодня я читал целую кучу комментариев, начнем с первого комментария касаемо X-Tool. Недавно был видос по поводу, по-моему, повороток я отснял. Фишка вся в том, что кто-то говорит, типа, ты советуешь его купить, ребят, я никому ничего не советую, я пользуюсь данным оборудованием, это раз. Второй момент, мне это оборудование дали абсолютно бесплатно и ни копейки не заплатили, чтобы понимали, ни копейки я не получил от этой компании. Станок абсолютно бесплатно. Теперь, на него я потратил дополнительных денежных средств, какое-то количество, но я их компенсировал за счет того, что я на этом станке делаю продукцию, которую реализовываю потом на маркетплейсе. И еще раз, про все про это я показываю отдельно и рассказываю. Сегодня мы будем запускаться, я буду показывать, не надо там путать, не надо там свои проблемы вешать на меня, говорю сразу. Это частая такая ситуация у людей, которые не ответственны за себя, они начинают, типа, вот я купил, вот оно, блять, говно, оно мне не понравилось, а вот там, оказывается, было лучше, а вот в этом виноват весь Егорка. Не, ребят, так не прокатит, говорю, тема сразу. Еще раз, на нем я гравирую стекла, где-то, вот эта офигенная тема, кстати, я подарил вот эти вот термокружки, такие вот, в транспортную компанию, там обалдели. Кто-то, если может сделать лучше, там, на СО2, именно боросиликатные бутылки, но скажите мне, пожалуйста, или покажите, как вы это делаете, потому что на СО2-шке боросиликатные бутылки я делал на разных фокусных расстояниях, на разных знаках, получается, шляпа. Это первый момент. Второй момент, адекватно, вытяжка работает, зона закрывается, не надо там ерзать фокусно вверх, вниз, на лазерпекере, сколько я смотрел, они постоянно мучаются. Нужно снять крышку, выставить фокусное расстояние, потом поднять вверх, а, то есть выставить саму заготовку, потом поднять вверх, одеть обратно, что-то, крышку, потом опять обратно вернуть в фокусное расстояние, найти какая-то шляпа, получается. Кто-то написал правильный комментарий, что X-Tool в свое время выпустил единственную версию станка, которая до сих пор еще актуальна, лазерпекер уже выпускает четвертую версию, то есть вы платите бабки за то, чтобы компания развивалась постоянно. Лазерпекер, как с айфонами, 5, 6, 7, 8, 9, 10, каждые полгода выходит новый айфон, та же самая история там. Здесь один станок, который сейчас справляется своими целями и задачами. Собственно, я не советую покупать, я просто говорю, как есть, станок может делать то-то, 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 все задачи он выполняется, со всеми задачами справляется. Диод на 164 нм здесь работает с нюансами, но, собственно, опять же, я про слушающие рассказы показываю. Говорить, что он плохой, либо хороший, я по факту, то есть по месту говорю, как он есть. Поехали дальше. И сегодня был у нас еще один комментарий интересный, сейчас тоже вам покажу интересную тему. Вот такая вот чудесная сварочка, именно лазерная сварка на полтора киловатта на базе, по-моему, Max Photonics. Я давно уже не пользовался ей, давайте посмотрим еще раз, что у нас там, да, Max Photonics стоит. То есть сварка в этом плане офигенная, запускал ее давненько, на ней проводил тесты экспериментов, там у нас лежат чайники, алюминий, титаны, все-все, что угодно. И сегодня читаю коммент такой интересный, мне говорят, типа, вот, ты, блядь, типа, продаешь оборудование, рекламируешь оборудование. Ребят, я вот эту сварку не рекламирую, говорю, по факту она есть, вот, кто хочет, тот может взять, кто не хочет, тот может не взять. Вот именно эта сварка, на которой мы проработали, наверное, где-то часа два всего лишь, я выдул один баллон азота, и сейчас у меня стоят два полных баллона с углекислотой и с азотом. Так вот, мне пишут комментарии, что, типа, я человек, который безграмотный, продаю оборудование, вот, и пытаюсь сварить, там, титан с другими материалами. Объясните мне, пожалуйста, каким образом такие же, ну, скажем, давайте, дебилы, как и я, каким-то образом чудесным создали вот такой материал, как не тянул, да, то есть, ну, типа, титан сваривается только лишь с титаном, но каким-то образом же дебилы создали же материал, типа, не тянуло. Ну, скажем, это один из вариантов, да. Второй из вариантов, каким-то же образом чудесным человек случайным образом, блядь, создал, как это называется правильно, там, ха-ха-ха-ха, тринитроталол, да, то есть, нитрование, то есть, блядь, нитроцеллюлоза, вот так скажем так. То есть, за счет того, что произошло нитрование целлюлозы, она превратилась, скажем так, в горючее вещество без каких-то там выхлопов, там, горения. Вот, ну, это так, если объясняться обезьянным способом. То есть, когда вы мне говорите, что я пытаюсь сварить, там, титан с чем-то, то я дебил конченый. Я вам сейчас объясню по-другому, я человек, который любит экспериментировать, любит проводить опыты и любит что-нибудь изобретать новенькое. Поэтому в этом плане, когда я пытаюсь сварить, там, условно, блядь, пластик с металлом и мне не получается, это одна ошибка. Но я таких сделаю 100 ошибок и какая-нибудь новая херня из этих 100 ошибок родится новенькая, которая, ну, не будет существовать в мире. Это я вам просто, блядь, тонко отвечаю на такие комментарии, когда мне говорят, типа, ты нихуя не шаришь, нихуя в это лезть. Вот, ребят, я без обид, не обижаюсь на эту тему, я понимаю, что люди рассуждают о своей практике. Вот есть двигатели внутреннего сгорания, других двигателей просто быть не может в этом мире. И изобретать их нет смысла. Я рассуждаю с другой точки зрения. Есть вариация оборудования, есть вариация разных металлов, можно потестировать, там, латунь, нержавейку, алюминий, между собой посварить, протестировать, посмотреть, как это все будет выглядеть и все будет тестироваться. Вот это, ну, говорю, сразу не реклама, это просто вот это, продается, стоит без дела абсолютно, то есть, он полностью очки, комплект для сварки новый абсолютно, ну, час-два, может быть, три поработал максимум. В него идет лентопротяжка, то есть, проволокопротяжка, инструменты необходимые, редуктор под аргон, будет также идти к нему, и там, по-моему, что у вас идет перчатки, негорючие, его родные были, шнур для подключения к самому источнику, сервисный, шнур, земля, ключи, подключение для протирания очек, вот, вес такого станка составляет порядка 250 килограмм. Поэтому, кто будет планировать его покупать, готовьтесь к тому, что будет самовывоз, самозабор данного оборудования. Вытащить я не смогу помочь, спину себе срывать уже больше не хочу. Вот, как-то так. Поехали дальше, у нас сегодня будет чудесный день, поэтому начинаем мы наш видеоролик с разъеба и двигаемся дальше. Следующая задача у нас система CC-9, я как картоночка накрыл, чтобы прям прям все было идеально. У нас параллельно запускаем проект системы CC-Division и двигаемся в направлении выдачи расходки и двигаемся на офис по запуску станков и оборудования по лазерным маркираторам. Я уверен, что сейчас после этого видеоролика слабаки, морально слабые люди духом отпишутся сразу, это хорошо. Меньше таких людей, больше на рынке будет только стальных закаленных. Короче, запуск системы VDLM, запускаем саму программульку VDLM, ESCAD я уже запустил. Пока у нас запускается система VDLM, в ESCAD мы загружаем то, что мы будем сегодня с вами играть, нажимаем Ctrl-O, либо файл открыть формат EZD. Почему я так настолько говорю? Есть люди, которые очень умные, есть люди, которые не очень умные. Будем работать под всех сегодня. Итак, что у нас это делалось? Нет, это у нас не делалось, это мы и будем делать. То есть я ее сохранил, параметры по заливке уже все сделаны, все подготовлены, послойно все было выбрано. То есть здесь уже делать нам ничего не надо абсолютно. Мы просто единственно выделяем наши файли, как у нас стоит галочка «Выделенное значение». Справа параметры все также полностью проставлены. Наша задача только лишь теперь свернуть наш ESCAD. Здесь у нас уже отображаются жетончики, чтобы у нас это работало наверняка 100%. Заходим в «Recipe Manager» или как там «Recipe Manager» и загружаем уже шаблон под нашу гравировку. Нажимаем «Лод», «Ок», нажимаем снова «Да», мы подтверждаем, что загружен данный проект и нажимаем просто здесь «Марк». Поехала партия наших жетончиков до следующей. И понеслась наша гравировка. Все. Вот и весь запуск проекта системы CC Division. То есть каким образом успокаивается станок. Он сейчас работает тихо, потому что здесь идет на базе станка GPT-60M7. Просто выкладываем здесь дальше жетоны. Круга мешает. Ну, примерно плюс-минус, чтобы они попадали в рамочку, чтобы они ровненько лежали, чтобы у нас за одну партию заходило минимум 6 жетонов. И таким образом все это потом сбрасывается у нас дальше в коробочку. Коробочку мы ставим, естественно, в конце. Вот такую вот пустую. И теперь ждем, когда продукция свалится. Ну, естественно, первые там не попали, потому что я их не настраивал. И теперь все. Теперь проект идет, занимаемся другими процессами. Продолжаем дальше. У нас, кстати, была вчера. Прикольная тема. Мы весь день провели с Антохой за съемками, видосами по обслуживанию оборудования. Мы сделаем вообще отдельно материал. Это тут всего лишь сколько? Шесть роликов. Шесть, ну, совсем семь минут по времени. Комплексно. От того, как ты достаешь из коробки, от того, как ты достаешь, разматываешь упаковку, от того, как ты берешь, там, элементарно делаешь, там, сборку, если тебе, там, необходимо сборку сделать. Если, там, не надо делать сборку, то там, прям, как есть, берешь, подготавливаешь. Сервисное обслуживание, там, полугодовалое, годовалое, там, квартальное обслуживание, тоже это все делаем. И будет материал теперь, ну, в ближайшие, скажем так, 2-3 недели мы тут допилим видео, потому что видео реально офигенное. Жене понравилось, там, Антохе понравилось, всем мне понравилось. Этот видеоматериал я, скорее всего, добавлю в обучалку отдельным блоком, то есть, отдельно то, что будет не на флешках, вот, это будет после апреля, 100%, поэтому не надо меня сейчас там тревожить лишний раз. И этот материал будет идти на флешки ко всем станкам, которые будут идти в продаже. То есть, если вы не планируете к нам приехать, то этого материала будет более чем достаточно для того, чтобы просто взять, запустить станок, то есть, взять, там, ставить флешку в компьютер, посмотреть материал, там, пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4, там, и, там, пунктов, там, ну, штук 20 будет, и все. По порядку их посмотрели, по этим пунктам, повторили, у вас все идеально получится. Тема реально крутая. Вообще, я не знаю, вчера ночью там уже монтировал, в самом последний момент, ну, прям круто все очень. Кстати, те, кто смотрит мой канал, говорят, типа, вот там вышел видос. Вот этот видос я, по-моему, снимал месяц назад, очень давно снимал. Кто не понимает, что происходит вообще, ну, вообще, как процесс работы YouTube-канала, то я вам поясню. На YouTube-канале можно выкладывать ролики, вот, допустим, у нас на 12 апреля уже ждет, то есть это через месяц эти ролики выйдут, то есть все здесь уже записано заблаговременно, и все уже было снято. Также есть здесь ролики договорные, которые у нас подписаны отдельно. Про станок XTool F1 я уже тоже наснимал весь материал, он там уже тоже выложен. Станок F1, еще раз повторюсь, я его не рекламирую ни в коем случае, я на нем провожу тесты, эксперименты, мне интересно по большей степени именно проводить тесты и эксперименты на данном станке, смотреть его возможности. Вот, у меня, кстати, до сих пор лежит эта площадка с установленным ложементом, я хочу продолжить дальше сжечь жетончики для маркетплейса, это отдельный доход, скажем так. То есть те жетоны, которые я сделал, на них я получил порядка где-то там, ну, условно, плюс X80 тысяч рублей, это приблизительно. Вот, это только лишь отработав, на нем, по-моему, там 4 дня он мне поработал. Вот, еще планирую также сделать, ну, хотя бы такую партию на ближайший квартал, то есть и туда потом больше не вмешиваться. И если сног будет жить еще какое-то время, летом, допустим, я летом буду так же выпускать продукцию уже с запасом на летний период времени и на осенний период времени. Проектов очень много, по древесине, древесина у меня порядка на 20 тысяч изделий лежит, то есть 20 тысяч изделий, если мы даже сделаем условно бы по 100 рублей, давайте просто добавим нолики, 20 тысяч, добавляем нолик, это будет у нас 200 тысяч, еще добавляем нолик 2 миллиона. То есть по 100 рублей продавать жетончики, можно получить 2 ляма. Вложенных денег туда было прямом порядка 500-600 тысяч рублей. Вот, это все реально. Опять же, повторюсь еще раз, я не рекламирую, не надо свои проблемы потом переваливать на меня. Вот я купил себе такое оборудование, вот у меня сейчас стоит система C-Division, она не подходит под мои цели и задачи. Ну, вот, как есть, давайте сейчас покажу вам, чтобы не было. Тоже тревоги в мою сторону, вот она система C-Division. Я хотел поменять под некоторым другие цели и задачи. И прикол в том, что я все равно нашел, что можно сжечь на данном станке, чтобы зарабатывать деньги. Малой кайфует, выставляет здесь жетончики. Вот, то есть система C-Division настолько она простая, что даже просто любой ребенок сможет это поставить. Опять же, здесь не идет еще, что я ищу про рабский труд. Ты сейчас здесь зарабатываешь или играешься, или что ты делаешь, Макс? Нет, я здесь не играюсь вообще. А что ты так стеснительно, а что ты делаешь? Просто, если так делаю, чтобы ты отошел. И все, только родила, что ли? Да. Тсс, помощник. В общем, фишка в том, что сегодня у нас будет по планам поездка по офисам. Сегодня мы поедем, может быть, заедем в транспортную компанию, посмотрим, что нам пришло. Ремни похожи. Ремни? Да. Ты заказываешь каждый день, как ремни. Малой палец, чем мы торгуем на маркетплейсах, да, ремни. Вот. И вот, установка, по идее, CC Division, он не, каким образом не работает. Ну, то, что я хочу с ним делать, а это, скажем так, либо 3D-гравировка, либо, там, скажем, ну, пока вот нету таких массовых потоков, то это задачи, допустим, сделанные, там, по серийке в черный, там, насыщенный контрастный цвет, там, со сложными настройками, параметрами послойной гравировки. Ну, например, там, положил, там, десяток зажигалок, чтобы они, там, каждый зажигалка шла, там, допустим, час, такого, к сожалению, здесь не прокатит. Это уже пройденный этап. Но я все равно, я не жалуюсь, что китайцы-пидорасы подсунули мне какое-то говно, которое ни хера не работает. Вот, картонку можно снять, но сейчас, чтобы быть четкой детализацией была, чтобы им четко подало, точку в точку, поставил картонку, потому что света у нас здесь слишком много. Вот еще один интересный пример, опять же, вот у нас есть станочек, мы с Малым тестировали тоже его неоднократно. Это компактная версия станка, портативная, 30-ти ватточка идет, вот. Да, прикольная машина, интересная в том плане, но мне сейчас ее задействовать некуда. У меня валяется вот на столе со всем стальным хламом. Я тоже не говорю, что вот китайцы-пидорасы подсунули мне говняный станок, который ни хрена не работает, за который я отдал 200, по-моему, там, 40 тысяч рублей, который стоит на Алике 300 тысяч, вот, и типа, вот, я деньги выкинул на ветер, я не ною, вот, а то, которое подписчики начинают там вот это ныть, станать, типа, я вот купил, по-твоему, советую, я никому ничего не советую, ребята, я просто говорю по факту, можно брать то-то, 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 делать, наверное, то-то, то-то, то-то. Еще раз повторюсь, любая совершенная вами ошибка, это ваш накопленный опыт, любая совершенная мной ошибка, это мой накопленный опыт, вот. Могу еще один привести интересный пример, допустим, да, вот к нам приезжали парни, два специалиста, вот. Очень много информации получили от меня, но я от них получил тоже очень много информации и очень хорошую получил мотивацию. Они сразу же начали сказать, что покупать у меня ничего не будут, но фишка в том, что эти два парня меня мотивировали на очень крутую штуку. Теперь я сейчас из-за этого очень много сэкономлю своего времени и очень много заработаю денег, это вообще отдельная история, может быть, потом когда-нибудь сниму про эту тему кино, скажем так, и рассмотрим. Поэтому вот этот сончик мне тоже стоит сейчас на продаже, я его отдам, ну, сейчас, допустим, готов отдать за 180 тысяч рублей, вот. Просто мне не валялся без дела, потому что я знаю, что у меня ближайшие два или три месяца, я его никуда не задействую. Но по нему я снимал, что можно ходить там, как маркиратором прикладывать на любую тему и снимать там либо материал там, либо гравировать на нем можно. Допустим, опять же, вот здесь мы пока стоим, возле санузла, по-моему, я здесь снимал давненько вот эту тему, связанную с глазом, маркировку. Это что он... Ну, он периодически пропускает. Это расстояние, давайте сейчас сделаем меньше степоффсета, и он будет меньше хреначить нам. Сейчас я сделаю. Можно меня? Да, я знаю. Ну, вот еще одна тема применения данного оборудования. Мне, знаешь, что там говорят, типа, мы купили по твоему совету, а нам это не нравится. Типа, ты виноват. Хотя там ничего никому не советую, показываю, как оно работает, и все, не более. Давай поменяем, сейчас он добьет. Смотри, здесь мы нажимаем, получается... Не, я сейчас, ну, для людей в целом, в целом, у нас тоже смотрит же канал, до хрена кто? Сейчас мы тормознется, нажимаем стоп, у нас договировывается последняя задача. Вот, вот он закончил. Здесь, опять же, в системе VDLM переходим в редактирование. В редактировании у нас есть это направление искажения плюс подсветка, и снизу идет belt setting, то есть, ну, ременная настройка. Step delay у нас стоит 120, 120 это слишком много, то есть, ну, по идее, если мы бы выкладывали ровно через 120 мм каждого изделия, ну, опять же, там размечали, что-нибудь там, не знаю, то он отрабатывал. Ставим здесь... Сколько текстовая размера 1000 точек одной? Не скажешь, там, сейчас мы померяем. Давайте, раз такая тема померяем. Давай, смотри, тут затея в чем, мы меряем ширину нашего изделия, то есть, изделие 70 мм идет, ну, условно, 72 мм. Чтобы нам не попало изделие одно и то же в ту же самую точку, ставим значение Step delay 80, ну, и Step Offset мы ставим значение 90. Вот, скорость мы можем добавить больше, тут, в принципе, она не скользит особо сильно, даже делаем 50 мм в секунду, и нажимаем ОК. После чего нажимаем Mark, и у нас понеслось, сейчас будет скорость быстрее, но при этом не будет в заготовке попадать сами в себя, их можно ставить даже ближе, где-то на таком расстоянии, чтобы они находились друг от друга. То есть, у нас все равно Step будет проходить без проблем, пропусков будет меньше, ну, и, соответственно, попадание будет гораздо больше. Ну, и для примера, опять же, чтобы у нас было отображение, здесь у нас есть заготовка, как она должна выглядеть по работе, вот у нас теперь каждая попадает, и движение пошло гораздо быстрее, ну, и в конце, как всегда, по традиции, у нас стоит ящик, у которого все это дело ссыпается, загружается. То есть, применение системы CCD, даже сегодня в субботу, у нас работает полной программе и не останавливается. Вот такая тема, там молочи, так крошат. Приветики. Что, приветики, мы едем сейчас на второй офис, то есть, на первом мы закончили, поздно, правда, закончили, но зато много что сделали. Ну да, еще проголодались. У нас там дядя Игорь, да, вообще трындец, 5 часов вечера уже, мы еще не обедали даже. Это, в принципе, обычный рабочий день, субботничный день, да? Ну да, только пермешки поели. Ну, это было рано утром, кстати, да. В общем, сейчас едем куда-нибудь покушать, мы сегодня, в принципе, заработали, мы все нормально поработали, прям впахивались. Ну, мы поехали, поедем на дальнюю работу. И заодно там, ну, дальний офис сидим мы сейчас, и там заодно зайдем в Патрик и Мари, и там что-нибудь покушаем. Не знаю, жена говорит, типа, хреновый, сделали Патрик и Мари, но другого варианта у нас особо-то нету. Поэтому двигаемся на другой офис, и там будем сегодня отрабатывать процесс уже гравировки. У нас там гравилка есть на выполнение, вот, тоже оптового заказа, вот, глаза блоки, конечно, уже узка. И второй момент, у нас есть станок на выдачу, я сегодня хочу его отснять, там сложностей никаких нет абсолютно, там. Все по-простому, все элементарное. И есть второй подготовленный станок, мы вчера подготовили его, вот, я сейчас посмотрим, если время физически будет, запущу процесс. Клиент хочет сделать, чтобы я ему отгравировал там на Титане биткоин, вот. Поэтому, если получится, мы там тоже процесс запустим, все, получали дальше. Сын элементарную вещь спрашивает, да, вот, ну, что ты сейчас спрашивал меня вот? Ну, зачем нужна инструкция, снимает папа? Зачем папа снимает инструкцию, как пользоваться станками? Да просто банально, потому что я объясняю сыну, что люди хотят приобрести оборудование, они не умеют пользоваться. У них будет уже инструкция на руках, то есть готовая инструкция, как им пользоваться, это очень хорошо. Это просто быстро, оперативно, это первый вариант. Второй вариант, есть у нас там обучалка, да, то есть, именно для станков, для оптового тонных маркеров. То есть, у кого-то уже есть станок, вот, и он может просто приобрести себе обучалку и ей пользоваться. Это тоже так. Сын, почему ее все время интересуется, говорит, обучалка, обучалка, что за обучалка, что мы снимаем все время? Вот, а есть еще одна прикольная тема, кстати, вот у нас недавно тут был видеоролик про, по-моему, про макет, там была Russia, Егор, написано, по слойной гравировке. Я его предоставил, кстати, бесплатное пользование, чтобы могли протестировать на своих станках, по-моему, про GPT-50LP был макетик. Вот, и очень важный момент, там тоже пишут комментарии, типа, ребята, типа, вы что там, всего лишь 10% лайков, там, от такого количества просмотров, даже там, по-моему, меньше было. А это реальность жизненная, когда люди приходят, ну, и там что-нибудь хорошее им делают. Они такие, ну, типа, это должно быть, типа, должно быть, чтобы нам делали хорошо. А когда им что-то плохое делают, они такие сразу, а-а-а, куда жаловаться, я сейчас буду жаловаться, срочно жаловаться, да. Сын, ты что делаешь? Смотрю паста какая-то, должна быть вот такой. Ты разбираешь продукцию, ее можно продать дорого, ручку, а ты ее разбираешь. Сын, короче. Да посмотри. И что там увидел? Да вот такая паста маленькая. Ты обалдел, это паста с большим запасом, маленькая, говорит. Почему мал... Это большая паста, бывает еще меньше. Еще меньше? Да. Да вообще хватит... Ты что, нормально всё? Понравилось, что прыгает на пружинке, да? Ну, как она будет работать? На кнопочке работает. Короче, весело нам, весело. Мы сейчас едем как раз на второй офис. Блин, когда пробки, не знаю, суббота, выходной день, пробки бешеные, вообще ничего происходит. Мы даже после работы хотим покушать, и ещё раз мы будем делать работу. Ну, доставку мы отправили в СДЭК. Идёт он. Всё, поехали дальше. Да, у нас был заказ, целый куча. Поотправляли всё, что можно с ДЭКом. Доставочка. Помчали. Кстати, пришла интересная мысль, касаемо станков. Ну, только пример такой идёт, немножко утрированный. В чём утрированность примера идёт? В том, что, ну, на примере тех же самых мотоциклов, да? Там, по-моему, про Дорохова говорили, что там купил себе три мотоцикла, по-моему. Я такой, ну, слушай, ну, купил тебе три мотоцикла, то есть, соответственно, надо их обслуживать, надо их там мыть, надо одно, другое. То есть, для этого нужны деньги. Вот. А если у тебя нет денег для их обслуживания, то тогда ты будешь делать это сам. А если ты сам это не умеешь делать, то, ну, блин, бредовая затея. То есть, логика к чему идёт? К тому, что если у тебя нет денег, то тебе хочется мотоцикл, ну, там, покупаешь себе дешёвый мотоцикл и сам его себе обслуживаешь. Вот. Если ты не хочешь себе его обслуживать сам, то, соответственно, платишь тому, кто это может сделать. Но у тебя же денег изначально не было. Вот. А покупка дорогого мотоцикла ведёт за собой кучу последствий. То есть, это хранение, обслуживание, мойка там, ну, и много-много-много другое. Так вот, та же самая история касаемо и станков. Та же самая тема. Всё идентично полностью. Если у тебя есть деньги, покупаешь себе хорошее достойное оборудование. Да только что говорила, не останавливается. Короче, если у тебя есть деньги, покупаешь себе хорошее оборудование, то есть, которое тебе, там, условно, скажем, обслуживают другие люди, либо обслуживаешь его сам, это раз. Ну, естественно, за деньги, как и мотоцикл, как и любой автомобиль, когда ты приезжаешь на сервис, тебя обслуживают за деньги. Вот. Либо богатя настройки. Она больная, походу. Она... 40 км в час. Её заклинило, походу, делом. Так вот, если ты покупаешь себе дешёвый станок, где-то там, на Алиэкспресс, то ты его сам и обслуживаешь, сам с ним и возишься. Ну, как и с мотоциклами, всё то же самое, та же самая идея, тот же самый прикол, та же самая тематика. И здесь же второй момент возникает, интересный, как большинство людей рассуждают. Они покупают дешёвый себе станок где-то там, на Алиэкспресс, потому что у них нет денег. Приходит какая-нибудь разболтанная, разбитая фигня, условно скажем так. Вот. И они в надежде обращаются, что кто-то им бесплатно будет обслуживать их оборудование. Помогать, настраивать, запускать. Ну, то есть, с мотоциклами такая тема не работает. То есть, ты не можешь с мотоцикла просто перейти в чужой гараж и сказать, вот, типа, ребят, настройте, запустите, сделайте, научите там, как правильно ездить. А со станками почему-то у людей должно прокатывать. Странно, конечно. Мы даже, по-моему, 100 метров не проехали, она уже четвёртый раз говорит. Это уже другая скорость, то было 40, сейчас 60. Прикольно. Короче говоря, к чему я хочу донести информацию. Если вы покупаете себе дешёвое оборудование, то ебитесь с ним сами. Если вы покупаете себе хорошее оборудование и у вас есть деньги, то вы должны понимать, что обслуживание, настройка, сервис, сделается, может делаться сторонними организациями либо сторонними людьми за дополнительную плату. Вот. Всё просто, всё логично. Я просто думаю, вообще, с мотоциклом сейчас тема почему возникает в голове. Я не люблю сейчас обслуживать технику, да, заниматься обслуживанием техники. Сейчас один момент. Вот. Думаю, если вот будет мотоцикл, да, там, ну, помыть, допустим. Ладно, там, загнал, там, кёркером продул. Самое, я думаю, обслуживание. Слушай, ну, сейчас можно, в принципе, если есть деньги, можно загнать в сервис, тебе его обслуживать. Думаю, уже проще, уже легче, уже круто. Думаю, а почему нельзя так со станками? Думаю, а у нас же так клиенты часто делают. Они покупают себе деньги подешевше, чтобы получить личную выгоду, чтобы максимально сэкономить. Но при этом пытаются озадачить другого человека, чтобы другой человек за них его настроил, запустил, подготовил и обслуживал. Всё, ребят, поехали дальше. Мы сытненько покушали. Молодцы. Дорогие, да? Ну да, две штуки вышло. Прикинь, это очень дорого. Две тысячи, блядь. Это пиздец. Это очень дорого. Станки, станки, станки. Подготовка, тестка, обкатка. Это сейчас наш, восстанавливаем заново в работу. Тридцатка, по-моему, серия М7, под 300 линзу. Шестьдесятка, М7, полтинник. Серия LP. Сейчас я буду его тестировать для клиента отдельно. Будем обкатывать. Время у нас уже шестой час. И будем на сегодня завязывать. Малого озадачил мультиками. После обеденный перерыв. Малого. Вот. По этому станку, возможно, сниму, что я буду делать. Там нам клиент попросил сделать ему биткоин. Я, к сожалению, не взял с собой заготовки. То есть, не планировал сегодня делать его станок. Сегодня сделал, наверное, биткоин на любой нержавейке. Откатаю. Это такая, опять же, возможность на данном станке сделать на нержавейке. Вот. Ну и, по крайней мере, этому клиенту я закину макет биткоина на флешечку. Переходим к процессу подготовки макета по гравировке биткоина. Нажимаем Ctrl-B. У нас будет сегодня какое-то количество слоев. Начнем с первого. Первый, по-моему, то у нас идет ни о чем слой. Да, ни о чем мы его не трогаем. Второй слой идет с биткоином. Есть в нем некая особенность. Открываем его. Смотрите, у этого слоя есть гурт. Гурт мы гравировать не будем. Или гурт, или бурт, как называется правильно. Нажимаем Ctrl-U. Вот. Наша задача выделить все, что там есть. И все нафиг удалить. Если мы выделяем слева направо, то только то, что у нас попадает в квадрат удаляется. То есть цепляя правый биткоин, они никаким образом не влияют. Если мы хотим удалить то, что зацепили, вот в данном случае все, что зацепили справа налево, коснулись, то все подходит под удаление. Вот в таких вариантах это хорошо отрабатывается. Во всех своих случаях лучше это делать слева направо. Ну иначе зацепившись за какой-нибудь там круг условно объекта, мы его отсюда удаляем. Поэтому внимательно поглядывайте, что вы выделяете, с какого направления в какое направление. Видите, здесь я коротким движением это все дело выделяю. Вот. Либо наоборот. Итак. Есть, 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 есть. Это очень важно не накосячиться. Так. Готово. Выделяем все, что здесь есть. Нажимаем Ctrl G. Подписываю под слоем номер 1. Есть. Ctrl B. Следующий слой. Так. У нас был 2. Слой 3. И слой 4. В слое в третьем и в четвертом тоже самое будет. Нажимаем Ctrl O. Открыть. Нажимаем Ctrl U. И повторяем процедуру. Ну. Да, ребят. Ну как-то вот так вот приходится отрабатывать процессы некоторые с определенным геморроем. Но не без этого. Зато у нас проект будет подготовлен. Сохранен. Где-то у меня был в формате EZD тоже сохранен. Я не знаю где-то его посеял. Посеял. Скажем так. Вот. Но не без этого. Поэтому порой надо сохранять все, что вы делаете в форматах EZD, в форматах DXF, CDR. То есть все, что сохранит навсегда. И уже, скажем, с этим работать в дальнейшем. Так. Опять же справа налево все, что попадает в квадрат мы выделяем. Слева направо все, что попадет во внутрь квадрат. Справа налево все, что квадрат зацепит. Готово. Та же самая история. Выделяем наш полностью объект. Нажимаем на первый объект. Исключить. Ctrl G или Grouping. И помечаем цифрой 2. Нажимаем ОК. Для контрольного, скажем, прострела смотрим соблюдение букв, инициалов, чтобы все было на местах. Нажимаем Ctrl Z. Нажимаем Ctrl B. Следующий слой. Третий. Третий. Четвертый. Мы с вами загружали слой номер 2. Слой номер 3. Слой номер 4. Та же самая история. Загрузили. Ctrl U. On Grouping. Разгруппировали. Выделяем теперь объекты, которые нам необходимо отсюда убрать. Выделяем слева направо, либо справа налево. Ну, зависит от того, какая у вас цель стоит в уничтожении этих элементов. Так. Есть. Есть. Вообще рекомендуется, опять же смотрите, потому что у нас сгруппированные объекты внутри уже, ну, скажем, предыдущих слоев, они у нас никаким образом не пострадают. То есть они уже находятся в группе, и эту группу объектов можно только лишь цепануть краешком таким вот образом справа налево и случайным образом нажать дилет и удалить все напрочь. Дальше. Наша затея в том, что в следующие слои бы по идее чистые идти и подготовка к их заливке. Готово. Вот здесь мне что-то не нравится, не совмещу, а, наверное, ну, хрен с ним. Та же самая история. Выделяю все, что есть. Через Ctrl я выделяю внимание двум верхним. Ctrl G помечаю цифрой 3. И понеслось. Ну, это был как-то за 14. Ctrl B. Идем. Пятый. Ctrl B. Шестой. Ctrl B. Седьмой. Ctrl B. Восьмой. Ctrl B. Девятый. Ctrl B. Десятый. Ctrl B. Одиннадцатый. И Ctrl B. Двенадцатый. Есть. Теперь затея размера. Мы будем делать с вами сегодня на такой вот металлической пластинке. Толщина ее 3 миллиметра. Нержавеющая сталь. Просили, правда, сделать на титане, но, к сожалению, я забыл взять с собой сегодня титан. Будем делать сегодня на нержавейке. Переходим в заливку. Будет задача именно выбрать материал в глубину и в конце сделать чистку и полировку. Соответственно, галочка контуру. Mark Contour. Ну, по желанию здесь, опять же, при двухнаправленной, непрерывистый я его использовать не буду. Враньки нам не нужны. Автовращение сделаем 15 градусов. Плотность заливки 0,02 миллиметра. Контуровка по желанию. Еще раз повторюсь. Вот. Второй и третий параметры у нас отключены. Hatch 1x1. Есть. Процесс заливки прошел. Привязка контура делаем маркером номер 0. Выбираем галочку. Скорость ставим 1200. Мощность поставим 60. Частота будет у нас не топовая. Будем 55 кГц. Чуть-чуть выше частоты, чтобы у нас помягче работал Q-Pulse. 120 Start TC. Лазер Off ставлю 150. NTC 90. Ну и отыграемся полигоном, чтобы было пошустрее. За 50 поставим. Готово. Что от нас еще требуется? У нас есть макет, у которого есть определенный размер. Размер макета равен 18 307. Не буду, как говорится, томить. Сделаю 20 миллиметров круг. То есть 20 миллиметров. Давайте так 20. С запасом 20 на 20. Отлично. Замочек закрываю. Изменения из центра. Нажимаю ОК. Нажимаем. Центровочка. Залетает в круг в круг. Ставлю здесь привязку маркера номер 3. Заливку по данному шаблону ставлю. Плотность 0,06 миллиметра. Это, конечно, до хрена. Та же самая ситуация. Все то же самое. Угол поставлю изначально там, допустим, 19 градусов. Готово. Вот. Затея чистки. Параметры почистки. Скорость 2000. Мощность на нашей линзе, пускай будет это 10%. Частота 40 килогерц. Пускай долбит, как положено. Star TC 90. Здесь 150. 90. 90. И 70. Готово. Ну и мне нужен будет еще один слой. Он критичен в нашем случае. Хотя, хотя я занимаюсь сейчас ерундой. Смотрите, а что я делаю там. Можно же делать сразу вот так. Вот. Красиво. Давайте в этом слой тогда без кроссхатча. Без двухнаправленной непрерывистой, однонаправленной. Плотность делаем 0,01 миллиметра. Тоже пускай будто в на вращении пофиг на самом деле. Применить. Есть. Но мы здесь поменяем параметры. Скорость 2000. Мощность ставлю 28%. Частота 280. Кто-то догадался? Пишите, что я здесь сделал. Ну и старт поставлю здесь. Пофиг вообще. На самом деле. У нас здесь запас глобальный. То есть, за что отвечают данные параметры. Именно в таких вот режимах. И как это все будет выглядеть. Ну что, осталось теперь только лишь затею. Надо же проверить. У нас здесь 5 проходов. При выделенном значении нашего контура нажимаем F1. Сегодня что-то ролик прям затянулся. Конкретно прям. Вот. Навожусь на зону гравировки. Нажимаю Stop. Ставлю вытяжку. Соответственно, выделяю все файлы. Ну и делаем минимум 5 проходов. Так, парни, смотрим, что у нас получилось по итогам. Давайте максимально увеличу. Насколько это возможно на камере. Естественно, я слегка шлифанул шкуркой на поверхности, чтобы убрать слой анодирования, либо слой полировочный, который был сделан лазером. Все детальки прорисованы. Ну, естественно, смотрел уже под увеличенным вариантом. Буковки все прописаны. Все хорошо, все отлично. То есть, в принципе, глубина тоже неплохая. 5 проходов получается по 8 слоев. То есть, более чем достаточно. Понятное дело, что диаметр ее всего лишь 18 мм. Время прохода одного слоя составляет 3,5 минуты. Всего было 5 проходов в 8 слоев. То есть, 5 на 3,5 мы получаем 17 с хостиком минут. Ну, порядка 18 минут, в счет слоя полировки. Давайте увеличим размер нашего задания гораздо больше. Я вот этот слой отсюда удалю. Он здесь вам не нужен. Наш биток мы сделаем размером под шайбу в 40 мм. Наша шайба 40 мм. Пусть делаем отступ 1,5 мм от каждого края. Итого получается у нас должен быть диаметр 37 мм. С закрытым замочком 37 мм. Нажимаем применить. Но и самое главное дело в том, что с увеличением размера нашего битка у нас увеличивается плотность заливки. Заходим в наш биток, заходим в каждый слой и просто перезаливаем то, что здесь уже есть. Нажимаем применить. Сюда тоже самое. Применить. И таким образом дальше движемся. Кто очень зрячий обратил внимание на то, что у нас все-таки на битке произошли некоторые модификации либо изменения. Молодец. Я добавил через один слой, добавил слой чистки. Вот. Сделал, потому что все-таки при проходах, ну при жестких таких проходах без чистки от начала до конца и в конце там где стоит слой полировки. У нас все равно остается следы перехода непрерывной линии двухнаправленной и непрерывной линии перехода. И мы получаем, соответственно, косяк. Вот. Но у битка есть фишка в том, что выборка происходит таким образом, что у нас часть элементов полотапливается остается только лишь буковка B на поверхности. Надписи вокруг тоже остаются полностью, а все остальные элементы наступятся в самый-самый-самый низ. Так. 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 Я вот не знаю, макета ставить или не ставить. Ссылочки в описании, как вы думаете. Вроде как и хочется, но в то же время, зная, наших подписчиков все равно останутся все недовольные. Так. Есть. Макет 100% еще сохранил два варианта на слышку нашему клиенту. Договор 464. Вот. Думаю, догадается, кто это, чье это. Вот. Перезалили. Ну и, соответственно, по факту финишный вариант полировки. То же самое. Создаем круг. С кругом диаметром сейчас в данном случае 40 миллиметров. Как раз таки круг диаметром нашего изделия. Курсор в центр. Заливка. Одна сотая миллиметра. Вот. Угол. Мы сейчас с вами поставим угол ноль. Способ заливки третий, без кросс-хатча. Двух направленное. Автовращение. Пункт номер два мы здесь выключаем. Номер один включаем. Нажимаем применить. Заливается. Отлично. Привязку делаем к маркеру номер три. И, тем самым, получаем слой полировки. Вот. Давайте проведем вот тоже тест. Я, конечно, пять слоев делать не буду. Он будет делаться, ну, порядка где-то в четыре раза, наверное, больше. Если мы делали сейчас слои, каждый слой делался три с половиной минуты, то предыдущий. То есть, этот слой будет делаться в среднем где-то порядка десяти минут один проход. Вот. Поэтому, именно здесь я сейчас сделаю это все. Там два-три прохода для теста, эксперимента не более. Вот. И будем готовить оборудование к отправке. То есть, делать фото-видео отчет для нашего клиента. Об этом способности оборудования. Будем подготавливать его и отправлять. Макеты, естественно, все проверенные. Отправлю на флешку, чтобы они были сохранены для нашего клиента. Повторяюсь не один раз, чтобы клиент слышал, что на флешку я все сохранил. Все, поехали. Так, ну что, катаем тесты на полтиннике. Катаем тест на шестидесятки. Катаем тест на шестидесятки. Осталось запустить еще тридцатку. Кстати, кто спрашивал по поводу потребляемой мощности станков. Когда не работают мопы с контролем кипульса. У нас сейчас работает, допустим, полтинник не под контролем кипульса. То все равно потребление станка, это идет не пиковое значение. А, скажем, усредненное. Плюс есть такая вещь, как работа в динамике. Плюс ко всему, не забывайте, что блоки питания имеют конденсаторы мощные. То есть это все дело перекрывается. И по стабилизатору у нас все равно не выходит. А, ну есть нагрузка, кстати. То есть при, сейчас запустится у нас полтинчик, нагрузка поднимется до 30% от данного стабилизатора. Данный стабилизатор у нас на 1500 вольт-амперные характеристики. То есть будет 500 вольт-амперные характеристики. Смножаем на косинус фи, мы получаем среднее значение в районе 350 ватт загрузка стаба. Вот как-то так вот. Смотрим. Раз, поднялась. Итак, финиш нашей гравировки. Вот такая вот сторона с глубокой выборкой. Три прохода, каждый проход по 15 минут. Ну, та же самая история была и здесь у нас, по сути, с большими шайбами. Маленькая шайба делилась по 3,5 минут за один проход. По станку замечаний нет. Отработал сейчас у нас на тестах порядка 2,5 часов. Общее время. Подходит наш вечер к концу. Подходит, надеюсь. Смех истерический уже по самому вечеру. Да, Макс уже устал. Все, он уже не готов ни участвовать, ни в камере, нигде. Вкратце. Сделали много. Сделали сегодня и станок, и расходку, и тесты, и биткоин откатали, протестировали. Собственно, сделали много всего интересного. И настройки, и станки. Сегодня не один станок прокатывался, а много станков прокатывалось. Поэтому завершение вечера. Сейчас время 22-25. Очень поздно. И мы движемся уже в сторону дома. Вот так проходит день рабочий. Именно день, когда никто никого не отвлекает. Когда можно поработать. Когда нет звонков без понтовых. Кстати, вот тут подскажите, помогите, выручите, спасите, сохраните. Вот. Ага, выручайте. Как-то так. Все, ребят. Всем хорошего настроения. Всем удачного настроения. Уже язык заплетается. Короче говоря, побольше бабла добра. И всем пока. Все. Удачи всем.